Я вам рассказал, как устроена схемотехника, каких компонентов как мы их соединяем, чтобы получить простейший компьютер, пока не вдаваясь в подробности, как они работают, какая система команд, как эти команды исполняются, потому что это зависит от конкретной аппаратной амфитектуры. Вот. А сегодня мы, во-первых, попытаемся посмотреть, как вот эта вот вся архитектура, базовая архитектура, примитивная, масштабируется, ну как бы, отображается в макроэнергетическом. Как из таких же точно блоков соединяются сложные вычислительные системы, и как из таких же точно блоков соединяются, создаются маленькие микросистемы. Первая часть, просто я не закончил в прошлый раз. И вторая часть, которая основная, основное время, будет посвящено. Сегодня это, как, собственно, вы как программисты используете вот эту вот всю аппаратуру железную, можете, ну, скажем так, создать какую-то операционную систему. То есть, пока мы разговаривали о том, что у нас программа, это некий вход, да, какой-то там, вот, мы там чуть ли не сигналы подаем на эти ножки. На эти ножки как-то там, значит, на одни поступают сигналы, на другие поступают, наверное, ну, результат дополнительный. Какие у нас были компоненты? У нас был один, ну, пока мы один обсуждаем, это вычислительный блок, вот, у нас была память, так она была нарисована, у нас был чексет, ну, то есть, какие... Какие-то, зачем-то микросхемы вокруг нашего вычислителя и памяти. И у нас еще были шины, которые, ну, сколько их, много, допустим, которые были предназначены для того, чтобы... Заходите. Вы предназначены для того, чтобы объединять какие-то внешние устройства. Плюс мы с вами начали разбираться, как же внешние устройства... Давайте так, вот, если вы заходите после того, как я начал, вы так молча заходите и, в общем, я на вас не обращаю внимания, вы просто сидите. Вот. Значит, мы начали разговаривать о том, какой же существует механизм взаимодействия с этими устройствами, как им ввязаться вот в этот вот цикл обработки. Ну, еще говорили о том, что у нас есть здесь такой дирижер, как называется генератор частоты, который, значит, всем создает... Вот. Время. Время. И говорили о том, что такие же... То, что внешние устройства, в общем-то, они устроены примерно так же, да? Ну, близко. То есть это тоже какой-то вычислитель, какая-то память, какая-то частота, да? Все именно работают одинаково. Правильно? Вот. И ввели такое понятие, как прерывание. Что такое прерывание? Двух словах я еще раз повторю. Да, то есть прерывание — это такой механизм, который позволяет прерывать работу процессора, да? Это аппаратная вещь. То есть у него есть специальный аппаратный триггер, да? Ножка, если хотите, да. Он прерывает текущее вычисление и изменяет, ну вот, скажем так, просто адрес... Но пока мы не думаем, что изменяется просто адрес выполняемой команды. То есть мгновенно происходит переход к какому-то заранее определенному адресу. Значит, продолжим тему прерывания. Прерывания бывают аппаратные и программные, да? Аппаратные прерывания, в общем-то, в двух словах мы осудили. Да, то есть это такая, такой механизм, когда мы аппаратным, то есть когда происходит какой-то физический процесс, какой-то физический, не знаю, сигнал. Тут нажал на кнопку или там какой-то генератор частоты сработал как-то, да? Аппаратные прерывания. Когда прерывание, когда источником прерывания является какое-то оборудование. Может быть микросхема, внешнее устройство, там, все что угодно. Аппаратные. Есть программные прерывания. В общем-то, смысл программных прерываний тот же самый. Это прерывать процессор прямо здесь и сейчас, и выполнять какую-то инструкцию по заранее определенному адресу. Но это событие можно запрограммировать. То есть вы прямо в коде своей программы пишите... Ну, я буду тогда приводить примеры каких-то ассемблеров и конструкций. Просто пока мы ассемблеры для этого процессора не рассматриваем, мы будем рассматривать систему команды ARM и систему команды x86. Вот я буду пока писать только команда x86. Ну, они очень привычные, да? Вот вы можете написать команду int interrupt в программе прям свои номер, допустим, да? не знаю, 10. Это будет то же самое, как будто какой-то внешний или внутренний девайс, какое-то микросхема или устройство сгенерировало прерывание. И номер этого прерывания 10. Помните, мы говорили, что может быть одна, а прерывание может быть много. Они могут быть собраны там какие-то пакеты, да? Условно. Пакеты, в смысле, источники могут быть собраны, пронумерованы. Вот. Здесь тоже самое, только программа. Существует какой-то диапазон в другую архитектуре аппаратных прерывания, какой-то диапазон программы. Вот. Вот. Такая история. Значит, зачем нужны, как вы думаете, программы прерывания? Ну, аппаратные, понятно, да? Устройство требует внимания, значит, ему надо прерывать. Процессы в сфере надо строиться. И это же программные прерывания. Они зачем, как вы думаете? Ну, прямо у нас синхронный процесс какой-нибудь будет. Синхронный процесс. Асинхронный процесс. Ну, мы пока не вводили понятие процесса, потому что нам сложно, конечно, такое. Ну, пример приведите, да? У нас, допустим, есть несколько одновременно выполняющихся, да, каких-то кусочков хода. Даже неважно. Даже неважно, процессы это или не процессы, или это часть одного приложения. Ну, пример. Нет, я когда сказал процесс, я не уведу, мы просто что-то что-то происходит. Давайте так. Давайте уже потихонечку… Да, я понял вашу идею. Да, совершенно верно. Иногда нам требуется передать какую-то информацию туда, к другой части исполняемого хода, да? Нам требуется передать эту информацию. Но если этот ход либо спит, либо чем-то занят, ну, своим, да, мы никак, кроме как стемилировать прерывания, это не можем. Иногда нам требуется, наоборот, задействовать какое-то устройство, да? То есть мы хотим не получить от него эту информацию, если оно не требуется в работе, да? Да, кончилось, если сигнал пришел, то я хотел. Мы хотим, наоборот, что-то сделать. Ну, например, вот символ вывести на экран, да? Ну, как вот это сделать? Просто само по себе оно хорошо подключено на внешней шине, ну, и ничем не занимается, кроме как генерирует… Да, кроме как там генерирует вот эту развертку, ну, сейчас это развертка, ну, что чем-то занято, да? Нам надо так сказать, чтобы изменился алгоритм его работы. Это тоже прерывание. Вот. Программное прерывание. Часть программных прерываний, вот сейчас мы будем структуру операционной системы разбирать чуть попозже, часть программных прерываний используется для того, чтобы просто общаться с приложением пользователя, то есть вот те программы, которые вы пишете, это, в общем-то, пользовательские приложения, или, как говорят, в визер-спейсе, да? Сейчас это объясню, да. Есть только операционная система, например, в игре, в хернел-спейсе, наверное, да. То есть иногда вам требуется внимание ядра, мы должны… Вот, внимание операционной системы, скажем так, Евром пока не говорит, вам требуется внимание операционной системы, чтобы, ну, вот, что-то сделать, вот функцию хотите сделать. Это тоже прерывание. Потому что… Потому что в современных, уже более сложных архитектурах… Сейчас мы к этому придем. Разделены пользовательские приложения от приложений системных. И между ними существует некий такой вариант, который нельзя просто так в любую сторону переходить. То есть пользовательские приложения не могут влиять на то, что внутри ядра происходит, кроме как через специальный интерфейс. Вот интерфейс игра обычно, у операционной системы в обычном виде прерывания. Вот это, что такое, да. Пожалуйста, а чем отличается принципиальная программа оперирования от колл и адвенционных переходов? То есть чем активировано использование именно прерывания, а не колл? Так, давайте сделаем следующим образом. Мы этот вопрос немножко отложим. Я про это буду рассказывать. То есть вот сейчас к архитектуре операционной системы подойдем и вот там это дело обсудим. Что если я вдруг забуду, вы мне напомните, хорошо? Значит, смотрите, здесь уже, помните, у нас был такой регистр, который мы назвали регистр флагов или раньше там называли слово состояние системы или еще как. Разные книжки вы читаете по-разному. Давайте так определимся. Вот это для нас становится первичной информацией. На самом деле состояние процессора важнее смотреть вот в этом регистре, чем там вот состояние там на каких-то шинах и так далее. Потому что сигнал, он как-то может занимать там такты, чтобы куда-то перейти, кто-то там обрабатывает. Ну, то есть куда идет. Вот. Поэтому, если вопрос задать так, будет ли флажок прерывания поднят, ответ да будет. Это прерывание, честное прерывание. То есть другие прерывания такого же уровня, они невозможны в этот момент. А вот если говорить, будет ли на шине прерывание, здесь очень сложно, потому что непонятно, а как на какой шине. Ну, ножка процессора, да. То есть вот дошел ли через контроллер прерывания, прерывание туда, ну это как бы немножко боковая ветка. Зависит от разных условий, которые нам не очень интересны в этом разговоре. Важно теперь вот мы рассматриваем, что у нас есть центральное процессорное устройство CPU. И вот как только процессор получает прерывание, только эта команда срабатывает, да, не важно, что стало источником, там, какое-то аппаратное прерывание, какое-то программное прерывание, как только осуществляется переход на какой-то адрес, который называется, прерывание, вот это поднимается. Сейчас мы говорим просто про хладу, про состояние. Какое прерывание, мы можем определить, ну, давайте, чуть попозже, мы к этому сейчас примем, как все настраивается, чтобы это заработало. Ну, в том виде, в котором мы привыкли видеть операционную систему. То есть, ну, неважно, доходом было вызвано… Сейчас. Вот. Хорошо, давайте я чуть-чуть забегу вперед, потому что… Но… Помните, мы говорили, что… Это я не могу забегать, забегать вперед, пропустив несколько шагов. Давайте я все-таки дойдем, да? Значит, вопрос у вас какой? Неважно, что? Выжило программное или аппаратное? Неважно. Если прерывание, возможно, то есть, если они не замаскированы, то есть, если не стоят флажки, что прерывания запрещены, да? Потому что, например, мы уже находимся в ручке. То… Все. Это не важно. Это не важно. Извините, Игорь, еще раз, вот, Марфейн и Павел. То есть, программное прерывание, оно в любом случае вызывает еще и аппаратное прерывание, да? Нет. Зачем? А разве не об этом сейчас? Вопрос был такой. Вот, будет ли… А, первый вопрос по вопросу. Будет ли вот этот флажок обработки прерывания поднят, когда прерывание начинает обрабатываться, да? И не будет ли это зависеть от того, какое прерывание – программное или аппаратное? Ну, понятно. Вот. Ответ, что флажок всегда поднимается, источник не важен. Ну, тогда такой вопрос. Значит, программное прерывание не генерирует прерывания аппараты? Это очень странный вопрос. Что вы под этим понимаете? Аппаратное прерывание – это какой-то физический процесс, физический сигнал. Ну, да. Ну, да. Моя программа вводит на экран символ. Она же должна сгенерировать… Ну, она же должна… Ну, процессор выполняет программу. Программное прерывание, там, символ вывести на экран. Она же должна как-то… Ну, чтобы процессор начал выполнять вот это или нет? Вот это давайте тоже отложим туда, под лицами прерываний, и вы поймете. Сейчас. Вот, мы пока… Давайте так, мы пока… Вопрос нет о прерывании. Давайте. Вот, смотрите, у нас соединяет очистка. И у нас есть какое-то внешнее устройство, которое несло и генератор частоты. Если частоты разные. Если частоты разные, тогда существует протокол согласования какой-то. Это определяется правилами, по которым работает шина. Например, если у вас медленная шина, здесь ИСА, да? Ну, какая-то. Она, допустим, там работает с частотой, ну, не знаю, фантастической, там, 10 Гц. Да? Вот в системе, где этот процессор у вас работает, там, то есть память уменьшится с частотой, там, мегагерц. Да? Это значит, что вот эта шина может туда подавать информацию только вот, ну, раз там, в эпоху, да, вот словно, да? Существует просто некий протокол. Ну, понимаете, вот шина, это тоже ведь, ну, как вот в сетях, да? Ну, вот все компьютеры, вот один компьютер, другой. И все связаны протоколами, да? Существует несколько уровней согласования. Там аппаратная, там потом программная, да? То есть, всегда существует какой-то временной слот, где они могут вот найти ту скорость, как говорят, да, в сетях, и тот формат, размер слова, да, и те правила, по которым они могут общаться. Просто протокол шины. Мы про шины будем говорить детально. Ну, да, действительно, им требуется согласование. Просто частоты сейчас, ну, большие, и кажется, что все нанаверно. Ну, не так. Скажите, а можно еще вопрос про прерывания? Они, естественно, прерывания сейчас запрещены. Они складываются в цикле, знают? Ну, вот я про это в прошлый раз пытался, значит, объяснить. Значит, если мы рассмотрим довольно сложную, ну, не самую примитивную систему с прерываниями, то у нас будет следующее. У нас прерывания поделятся по уровню. То есть, допустим, у нас есть там три бита, да, которые там позволяют нам как-то их пронумеровать. И если прерывания замаскированы, они замаскированы на каком-то уровне. То есть, прерывания такого же уровня запрещены. Нет, это понятно. Вот, допустим, у нас вообще есть только один уровень прерывания, очень простой процессор. Да. Прерывания сейчас запрещены. Тем не менее, значит, вот флаг прерывания, естественно, поднимается. Да, да. Что вы прерывание разрешаете? Это прерывание, у которого был поднят флаг, оно сработает? Сейчас прерывание не поднят флаг, флаг процессора. Ну, в смысле, в регистре флагов, соответственно, флаг поднимется. Так. Но прерывание, но обрамочное прерывание не вызывается, потому что прерывания запрещены. Когда вы разрешите прерывание, ну, выйдите вот из текущего, например, то то прерывание уже сгорело. Ну, его нет. Его никто не заметил. Ага, ну, то есть никакого стека здесь не существует. Ну, давайте так. Существуют разные способы обработки прерываний. Разных архитекторов. В разных аппаратных архитектурах есть там какие-то, скажем, более сложные процессоры, ну, не знаю, более необычные процессоры, где с прерываниями, скажем так, где прерывание возможно больше обрабатывать одновременно, да? Но то, что мы имеем сейчас, понимаете, здесь это проблема хулицы яйца, да? Если мы копим где-то в стеке в каком-то стеке прерывания, они могут копиться долго. Если мы копим на какой-то границе, они могут потребовать дополнительных ресурсов. Ну, например, там сбросить на диск этот слайд или еще что-то. А потребовать дополнительных ресурсов мы можем только тогда, как мы можем потребовать? Только через прерывание опять, да? То есть это как вот, как про стек разговор, да? Вот стек он насколько большой. Можно построить любую систему. То есть это аппарат. Вы можете, в принципе, обработчик прерывания, ну, в так нельзя сделать, да? То есть у вас вот есть там, не знаю, набор прерываний, который вы можете, вот опять же, пронумеровать условно. Нет, я вас еще раз спросил, Ильич, мне кажется, что XMega умеет буферизовать пришедшие байты по весам. И потом вам выдавать МГА подряд три прерывания, если три байты в стекле. Значит, может быть... Во-первых, это зависит там, не от того первого, да? Это зависит там от контроллера прерываний, прежде всего. Да? То есть как он устроен. Конечно, они бывают там разными, да? И еще раз, архитектурно можно чуть ли не спаять все что угодно, да? Да. Но просто вопрос вот в чем. Количество прерываний, которые мы обрабатываем, и способов их вот обработки, оно, ну, весьма ограничено. Вы же можете как? Вы можете, например, сделать какой-нибудь просто, давай, квадратик, да, сказать, что такое вот кэш-прерывание. Ну, поставить его здесь, то есть, ну, пожалуйста, да? Можно так, но это мы уже в спаянике начнем работать. Мы тут вот эту тему как бы... Пока лучше думать, что нам модель важна, вот как. Пока... Для вас так, прерывание, если сейчас обрабатывается, значит, остальные прерывания не обрабатываются. Они теряются. Вот лучше думать так. Спасибо. Так, теперь... Чтобы там вопросы закончились, да? Хорошо, пойдем дальше. Теперь давайте... Зоопарк, аппарат, например, как мы обозначили, примерно. Теперь давайте попытаемся понять, как нам построить программное обеспечение поверх вот этого, да? Самый простой способ, который вы можете придумать, это... Помните, мы говорили, что когда процессор, вернее, не процессор, а вся эта система получает напряжение, то есть, когда я его включаю, да? Процессор всегда начинает исполнять программу с какого-то адреса. Ну, он просто аппаратно так приделывает, да? Значит, теперь давайте попытаемся понять, что там обычно есть, вот по этому адресу, да? И как система, которую мы вот сферу начинаем исполнять, как она раскручивается, да? Как она поднимается. Значит, первое. Мы включили процессор обычно. Здесь прямо есть какая-то небольшая память. Где есть... Ну, я вроде уже про это начинал, говорит, в прошлый раз. Ну, повторюсь, не уверен, что я сейчас сказал, да? Сначала надо проверить, что базовые компоненты какие-то, они работают корректно. Ну, что память отзывается, там, ну, вот, что-то такое, что есть где начать работать. Да? Поэтому первое, если мы включаем, там, им-то устроенный процессор, ну, какую систему, она не дает его. Вот. Это так называемый пост, да? Пост. Это набор примитивных каких-то тестов, которые дают ответ на вопрос, готовая система начать, ну, загружаться. Да? Это еще даже не загрузка, это просто проверка. То есть, есть ли у системы память, есть ли там еще чем-нибудь, да? Тайвер. Ну, я не знаю. Это вот. Это первое. Второе, как я уже говорил, начинает выполняться базовая программа. Она так и называется. Basic Input Output System. Что это такое? Это, ну, можно считать, что это, в общем-то, операционная система, но она такая вот, так же так, встроенная в ваш компьютер. В принципе, ее можно и перепрошить. Бывает там обновление BIOS, если вы когда-нибудь компьютер руками собирали. Бывает так. Вот я купил какой-то клевый адаптер, воткнул. Нет. Ну, не видит. Я загружаю там Windows. Ну, нету. Иду в интернет, там написано, а вот надо BIOS обновить. Ага. Ну, какая-то магическая последовательность здесь. Я делаю, как написано. Раз, адаптер становится объединенным. Значит, что это обозначает? Это обозначает следующее. Что, на самом-то деле, вот, задача вот этой базовой программационной системы, она очень проста. Значит, первое. Это определить, какие устройства вообще есть. То есть, какие шины, какие устройства на них стоят. Да, на этих шинах. Вот. Потом же, на каждой шине, допустим, нет только устройств. Да, их надо перенумеровать. То есть, это первое. Это второе. Это третье. Для чего? Для того, чтобы, общаясь с этим устройством через шину, можно было адресно получить доступ. Правильно? Вот. Это вот первая задача. Определить конфигурацию системы, которая есть сейчас в наличии. Да? Ну, в интернете там иногда можно встретить такие шутки, там, сообщения, да? Процессор не обнаружен, нажмите любую клавишу в это предложение, да? Ну, это, как бы, юмор, на самом деле. Но, бывает так, что, если у вас что-то отвалилось, или, допустим, система не может дальше двигаться, например, не знаю, как сейчас, сейчас может, наверное, да? Но раньше, вот, если клавиатура, например, не обнаружено, да? Никто не двигался от клавиатуры, да? То система просто, ну, вот, на уровне биоса останавливается и говорит, ну, вот, нажми F1, там, или F10. И пока не нажмешь, я не буду загружаться, я дальше не пойду. Это биос говорит. Почему? Потому что биос считает, что компьютеров и клавиатов не существует. Ну, такой биос, да? Значит, если вот ваше устройство невидимо, как я сказал, да, вот такой вот, юзкейс, то тогда, обновляя биос, вы, значит, обновляете просто, ну, как минимум, список устройств, да? Бывает так, что шина бывает общего назначения, да, например, PCI. Там может стоять графический контроллер, а может стоять там RAID контроллер, ну, дисковый, да, адаптер. И вот там дисковый адаптер стоит, вы на шину биос посылаете, значит, на шину вот запрос, там, устройство номер один, есть? Да, есть, я такой-то, вот мой идентификатор биос. Устройство есть с каким-то идентификатором, чуть какой он не знает, да? Вот это вот, собственно, ситуация старого биоса, да? Вот сейчас биос, в принципе, умеет обновляться, вот. Довольно легко и незаметно, да. Биос, это, ну, написано на телескопластике, да? Да. А пост записано на процессоре. Пост там же записано. Вот лучше, лучше думать так, что под каждую, это не очень правда, так же, как вот кэш, например, на процессоре ММЮ, да, на том же кристалле. Но лучше думать так, что вот есть отдельные квадратики, которые на системную кладу как-то помещены, и вот каждый за свою часть отвечает. Потому что вот с точки зрения схемы работы абсолютно неважно, вот, там, устройство управления памяти, да, ММЮ, вот, прямо на том же кристалле сделать, или их там два, например, а вот оно там на графическом ничего, да, или оно там одно, да. Лучше вот считать так, квадратики есть, и есть все. И говорят, что вы к теме эти жарные, что вы к квадратики. А я просто, Александр, если записано на телеке, тогда у вас не совсем понятно, как процессор именно стартуется в самом начале. Он просто начинает выполнять, ну, смотрите, какие-то базовые… Вообще процессор сидит на какой-то системной шине, да, помните, герсовая? То есть ему достаточно умений, как бы, с помощью своей шины, на которой он стоит, брать инструкции и выполнять. Он не знает, как, допустим, анализовать компьютер, там, транслируется, он этого не знает. Вот сейчас мы, вот я сейчас расскажу, что процессор вообще на разных режимах работает, там, защищенными, и обычными, и реальными. Вот вообще сейчас уже считается, что режим реального времени, тот, который, скажем, еще десять, пятнадцать лет назад был основным, да, вот сейчас он нужен просто для того, чтобы инициализировать систему. Если мы говорим про интернет, то есть в реальном режиме процессор умеет примитивное, по каким-то примитивному набору адресов брать данные или исполнять. Ну, брать команды или исполнять. Просто, чтобы брать конкурс, то это тоже же команда взять. Вот, еще раз, да, простую схему, когда процессор, вот так вот, да, нарисуем сейчас, то есть, например, системная ошибка. Системная ошибка. Я вот стараюсь в реализации конкретной архитектуры, очень сильно стараюсь, потому что я хочу, чтобы у вас было общее видение. Вот память как-то свою часть может отображать, вот она как-то приварит, да, и процессор как-то вот припаян. То есть, процессор всегда может видеть кусочек памяти. Ну, какой-то набор адресов, который там есть, да, и все, вот точка. Вот, 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 и он может читать. Память может быть еще здесь, еще здесь, еще здесь, но вот пока он не проинциализирует все, вот тут у него памяти нет. Ну, известно, что вот 0, например, 0, 1, 2, 3, ну, у них-то и выполняет. Вот такая идея. Нет, просто вопрос, в чем? А, вот, у меня есть процессор, в нее подался ТОХ. Да, дальше он, как-нибудь там, откуда-то что-то прочитать. Это команда, это программа. Значит, он должен быть написанным процессором. Вот, часть команд процессора умеет выполнять сам, а не аппаратно реализованы. Честно говоря, нет. Вот поэтому вопрос, да, я просто так и не понял, да. То есть мы с чего начали? Мы начали вообще с того, что вот этот квадратик, любой, в самом привитивном уровне, он устроен вот так. Это какой-то, значит, аппаратно-спаренный, я не знаю, набор транзисторов, да, у которого вот здесь есть набор чего-то. Это какой-то такой, да, и вот здесь набор выхода, да, что это такое? Значит, туда ТОК подаем, ну здесь что-то видим. Вот потом как устроен. Вот инструкции процессора, вот базовые, да, не проверкнул как бы. Вот калькулятор, кнопки нажимаете, да, здесь программа внутри, или он так спай, или вот часы, да, сложно сказать, да, загружен туда программу, или нет. Он так спай, он так сделал. Процессор так сделан, что он умеет по какому-то примитивному намору весов так вот спаять. Умеет выполнять команду прочитать в регистр. Может сложить, может это железно. Я понимаю, что просто отдельная микросхема. Ну можно думать, что это отдельный блок. Изначально записан стартовый адрес, который он только запускается, он сразу в этот адрес ползает. Он всегда с одного места читает. Поэтому посту надо это как раз и проверить. А там вообще память есть, что он там начнет что-то брать или там нет ничего. Так. Хорошо. BIOS. Вот. Сейчас BIOS обновляется, ну может достаточно легко быть обновлен. Более того, чуть подальше я вам расскажу, что процессоры-то они тоже. Вот если на них внимательно посмотреть внутрь, они имеют примерно такую же архитектуру, как вот здесь нарисовано. То есть там есть какие-то вычислительные блоки. Там есть какие-то блоки, которые в общем-то являются памятью. Регистры, кэши. Вот. Там есть какие-то блоки, которые обеспечивают передачу данных. Там, например, из одной памяти в другую и так далее. То есть это такой фрактал. Вот если мы внутрь смотрим, да, он устроен точно так же. Более того, если мы еще более глубоко посмотрим. Я, правда, такую информацию не владею хорошо, поэтому не буду вам рассказывать. Но вот эти процессоры, вот эти микроблоки, да, они берут тоже свою микроскопическую систему команд. То есть сложные инструкции, которые вы здесь можете написать на ассемблере какую-нибудь длинную хитрую инструкцию, она на самом деле тоже реализована нолью. То есть реализована тоже на каком-то микропрограммном уровне. Вот. Ну вот, фрактал не бесконечный, да, там латом уже где-то есть. Вот. То есть, и более того, более того. Ну, это называется процессор микроклод, да, ну, проинфлок, по крайней мере. Для риска, для цист-процессора. Сейчас я про это сказал. То есть, на самом деле, на самом деле, вот эта же архитектура, да, когда есть память, вычислительные устройства и какие-то шины, да, она и внутри, и снаружи. Сейчас про наружу поговорим. Да, когда стартует современная операционная система, линтус, линтус и так далее. Можно увидеть, можно разглядеть, что иногда есть, как, я даже не знаю, как это сказать, драйвер для процессора, как КГУ позвучит, но иногда операционная система на старте может обновить микрокод процессора, если у нее есть соответствующий патч, да, соответствующий, ну, бинарный, да, для того, чтобы либо исправить какие-то ошибки, либо дополнительные инструкции включить. То есть, сам процессор, он тоже, вот, внутри выглядит, как компьютер. Если вы возьмете интеловские руководства, сейчас современные, ну, каким-то, они доступны все, так-то, да, вы увидите, что там прямо вот архитектура расписана, вот это ядра, вот мы же там будем говорить рано или поздно про ядра и так далее, так это процессор обычный. Ну, так кажется, что вот они там спалили. Нет, там тоже такие же компоненты, там есть какие-то, как это, микросети, так называемые, да, ну, это не беда-динетворкс, ну, можно считать, что беда-динетворкс, да, то есть, какие-то коммуникации между ними, они тоже разделены в слов, значит, чистосом иногда, да, какие-то части работают там так, какие-то сяк. Но это уже надо смотреть, это уже очень мелкий уровень, то есть, это уже очень специфично для конкретных процессоров. Про это не будет. Мы просто на ядра поговорим и про крышу. Так, теперь давайте все-таки дальше стартуем нашу систему. То есть, пока вот у нас пост выполнился, посмотрел, может ли вообще процессор начать стартовать. А, может. BIOS. Так, я ренумеровал устройство, какая-то первичная картина устройства у него сложилась. Вот. И BIOS же содержит. BIOS содержит набор прерываний, набор обработчиков прерываний, стандартных. Сейчас мы про это будем говорить. Вот. О прерывании там ваши вопросы. Я уже забыл, в чем он состоит. Ну, мы сейчас его проговорим. Значит, BIOS содержит набор стандартных обработчиков прерываний. Это еще не операционная система. То есть, если вы запускаете свою программу на голом железе, вы написали на assembly, да? У вас есть два способа напечатать символ на экране. Способ номер один. Вы каким-то магическим образом догадываетесь, как у вас память экрана отображена в ваше адресное пространство реального режима. И туда просто символ посылаете, он там отображается сам. Да? Это первый способ. Второй способ – это вызвать функцию BIOS. Что такое вызвать функцию BIOS? Это вы берете, заполняете там, ну, где-то в своей памяти строчку, которую вы хотите вместе, символ или еще что-то, да? А дальше вызываете программное прерывание с каким-то конкретным номером. Раз, называется обработчик, и он там что-то сам делает. Тоже самую абсолютно схему, да? Идет в память, куда пишем. Теперь вопрос, куда это все берется и как оно работает. Вот эти обработчики прерывания – это непонятно. Так вот, есть такое понятие, называется таблица векторов прерывания. Вот если мы возьмем нашу память, нашу память, то, вот той ее базовой частью, которую можно читать процессор без всяких усилий самостоятельно, да? У нас есть кусочек, который называется BIOS. Он туда отображен, да? Он туда отображен просто, в эту память. Что такое отображен, я в прошлый раз рассказывал, да? То есть такая вот паратная схема, которая может настраиваться, да? Вот такая паратная схема, когда вы, обращаясь по каким-то адресам, в реальности идете в адреса, ну, какие-то, возможно, даже другие, обустройства какого-то. Это отображение, то есть это таблица. Адрес, допустим, 28, соответствует адресу 3 на устройстве. Ну, так, просто вот некая коммутация. Так вот, можно ожидать, что вирус – это такой бинарный образ, ну, просто набор B. Вот процессор оттуда начинает выполнять, да? Ну, дополняет. Вот кусочек этого адресного пространства, кусочек этой памяти, содержит таблицу, таблицу. На самом деле не таблицу, а просто указатели. Один указатель, второй указатель, третий указатель, вот так далее. Они обычно размером слова, да? Ну, то есть адрес. Вот, и каждый из этих указателей, каждый из этих слов содержит адрес обработчика прерывания. То есть, ну, давайте я эту картину немножко расширю, а то я тут замечусь. Допустим, вот этот, он такой большой. Вот здесь таблица векторов прерывания, таблица указателей, просто на обработчика прерывания. А здесь сами обработчики, они разного размера. Вот, ну какие-то, да? И вот эта вот таблица, она содержит адреса. Вот это содержит адрес нулевого, это первого, это третьего, они два же так устроены. Важно, что? Важно, что когда процессор получает командную прерывания, программную или аппаратную, вместе с прерыванием ему поступает номер прерывания, да? Номер прерывания можно считать. А дальше процессор делает, ну, считайте, что он делает джамп. Пока, вот в реальный режим рассматривания, да? То есть это просто передача управления. Что такое джамп? Давайте разберем джамп. Ну, инструкция такая есть, если не нужно. Что такое джамп? Джамп – это по-русски, это вот Google. То есть я выполнял, 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 выполнял программу, а дальше начинаю ее или продолжаю выполнять вот с такого адреса. И абсолютно все равно, что там, хоть я в середину попал чего-то, да? Строчки хоть там. Иван, с такого адреса. Так вот, в самом простейшем случае, если происходит прерывание, то мы просто переписываем instruction pointer, или адрес текущей команды, или следующей, да? Вот на тот адрес, который мы берем из соответствующей ячейки таблицы векторов прерывания. Почему таблица векторов прерывания называется? Потому что, ну вот, давайте я его увеличу. Вот это адрес нулевого обработчика, адрес первого обработчика, адрес третьего. Это просто адреса. Вот это соответствие нулевого, первому, второму и так далее. Ну, вот это похоже на вектор, да? Ну, я не знаю, не очень похоже, но похоже. Это просто некая стрелочка. Если мы будем граф этой программы рисовать, просто стрелочка. Иди туда. Вот булк туда. Все. Это вот обработка прерывания. В реальном режиме, да. А так вопрос, действительно, джампы, это все-таки больше похоже на толпы, если это сохраняем, куда нам возвращаться будет? Нет. Сейчас. Подожди. Сейчас мы это дело выясним. Сейчас мы это разберем. Пол или джампы. На самом деле, нам потребуется при выходе из прерывания вернуться в то же самое место. В некоторых случаях. А в некоторых не придется. Вот. Вот вопрос, как это происходит. Да? Смотрите. Давайте разберем какую-то простейшую, не знаю, программу, да? Hello World. Да. Вот Hello World. Тут написано, да? Тут mail. Как вы думаете, если я эту программу откомпилирую, запущу там прерывание? Есть нет? Есть. Есть. Вызов системная функция. Да. Вызов системная функция. Вызов системная функция. То есть, print это функция. Давайте вот представитель берем, да? Print это функция чего? Это функция, там, какой-то библиотеки языка C, да? Эти языка C опирается на, ну, пока мы программу пишем, как сказать, для DOS, да? У нас нету пока Windows, мы пока вот просто на языке C написали программу для какой-то процессора, да, выполнили ее, она как-то исполняется, да? Значит, вот этот print у нас, ну, я, Витя, лукавый немножко, я говорю, что у нас нет операционной стены, у нас есть DOS, Ну, вот, допустим, нам удалось как-то запустить, да? Вот мы должны вызвать вот этот вот какой-то интерфейс нашего вируса, да? То есть, мы должны генерировать прерывание, да? Значит, вот этот int, это прерывание, да, с каким-то номером, допустим, 21, что положено, да? Значит, ну, помимо этого прерывания, мы должны ему передать аргументы, ну, то, что мы тут вот строчку вот эту пишем, да, как-то вот непонятно, как это делается. Мы передаем это следующим образом. Существует... Вот я как раз начинаю говорить про разницу вызова функции и вызова прерывания, про дочка прерывания. Пока в реальном режиме. Там разница у меня по поводу еще с ученым режимом проговориваниями. Значит, существует для каждого прерывания, ну, вот BIOS, да, есть документация там на BIOS, да? Для каждого прерывания существует правило передачи параметров. Например, адрес этой строчки должен лежать в регистре, там, АИС, как положено. Ну, у нас есть набор каких-то регистров, да? Должен лежать в регистре АИС. Вы должны перед этим линтом этот адрес поместить туда, да? Это, допустим. Допустим, длину нам надо передать. Ну, я так немножко фантазирую, но тем не менее. Так какие-то параметры мы должны передать. Мы всегда передаем через регистры. Мы не можем в обработчик прерывания передать чего-то через степ. Нет такого степа. В обработчик прерывания свой степ. Вот. Теперь смотрите. Что нам надо сохранить перед переходом в обработчик прерывания? Что нам надо восстановить после? Значит, первое, что нам надо. Нам надо сохранить адрес возврата, да? Как? Да? А второе, нам надо сохранить вот это вот прекрасное место, которое иногда называют слово «состояние», там, процессора, да? Иногда называют регистр флагов. В общем, нам надо сохранить то, что позволит нам вернуться в то же самое место, там, на следующую инструкцию. Причем вернуться так, что вот этот вот процесс, который выполнялся, да? Который вот здесь был прерыв. Он сам был инициатором или не сам. Чтобы он ничего не заметил. Вообще. Вот. То есть, давайте для начала так сделаем. Мы сохраним просто адрес возврата. То есть, адрес, на самом деле, с которого у нас вызвали. Или адрес следующей инструкции. Это не важно. То же самое, да? Плюс регистр флагов. Ну, то есть вот состояние. А дальше, смотрите, мы должны внутри обработчика прерываний добиться того, чтобы все регистры, тут же еще много регистров разных, да? Чтобы все регистры, которые мы испортим. Ну, потому что нам, чтобы вывести это, надо кучу регистров задействовать. Мы же не умеем выполняться где-то, кроме процессора, да? Нужно все эти регистры где-то сохранить. Вот. А перед тем, как вернуться, а что такое вернуться? А вернуться – это два действия. Это снять вот этот флажок, да? И перейти обратно, jump, сделать обратно на следующую инструкцию. Да? То есть, смотрите, обработчик прерывания обязан, ну, если вы не хотите сломать систему, обязан возвращать управление в том же самом состоянии, в котором программа была прервана, да? Потому что процессор никаких дополнительных сервисов, типа, там, ну, ты давай работай, обработчик прерывания, а я там потом ты вернешься, а я тут все восстановлю. Нет, процессор не умеет. Это ваше дело, да? То есть, вы должны хранить сами контекст, ну, вот, по крайней мере, те регистры, которые используют, должен доверить, что они именно такие. Но процессор может вам помочь в этом, да? Он имеет возможность там регистры сохранить, да? Есть такие команды. Даже некоторые процессоры имеют возможность сохранить все регистры. Ну, вот, лень вам думать, да? Какие регистры там? Допустим, вы там, сохраните все, а потом восстановите все. Но вы это делаете внутри обработчик прерывания. Если вы забыли, ну, как бы извините. Тогда, тогда возможно как? Тогда возможно, что если вы попали в обработчик прерывания, здесь, значит, состояние как-то поменялось, или регистры как-то поменялись, да? А после выхода из этого состояния, из обработки прерывания, может быть, так сложится, что у вас просто следующие команды опираются на предыдущее состояние регистров, например, да? Вот здесь была команда что-то загрузить, потом аппаратным прерыванием произошло, что-то там обработалось. Вот, а потом, если регистры испорчены, ну, вы можете получить странный результат. Отлаживать это довольно тяжело. Поэтому обработчик прерывания должен быть просто. Вот, дальше мы еще поговорим о том, как сделать, чтобы обработчики прерывания, если они уже будут сложными. Если, ну, функция, которую они делают очень сложные, как сделать так, чтобы они все равно оставались простыми. Значит, еще один момент про обработчик прерывания. Система не должна быть в обработке прерывания долго. Почему? Да, потому что прерывания много вообще бывает. Вот, если я там занял, ну, я вошел в прерывание, так, всем стоять, да, ну, и задумался часами полтора, да, ну, да, ну, в процессе. Все. А можно аппаратус? Да. А, ну, во-первых, можно ли сделать прерывание программное с соседним процессором? Ну, во-первых, это зависит от архитектуры. Смотрите, здесь идея какая? Вы можете передать управление. Вы не можете выполнять инструкции на соседнем процессоре. Вы можете только на том, на котором вы работаете. То есть, нет? Но. Вопросы, пожалуйста, уточню. Ну, сами или просто вопросы, там, еще следующие есть, да. Когда у нас происходит программное прерывание, да, это значит, у нас, вот, когда мы выполняли, у нас была команда и нет. Да. То есть, программа сама себя прерывала. То есть, программное прерывание не может прорвать кого-нибудь другого, правильно? Зависит от пробочек прерывания. Да. А что вы там делаете? Я не знаю, что вы делаете. Внутри обробочек прерывания. Нет, нет. Вы же там можете… В момент прерывания, конечно, происходит на процессоре, конкретно, конечно. Нет, в смысле… Программа прерывания у нас происходит только с помощью команды имени. То есть, если она случилась, она случилась снова, ну, как бы… Да. Ну, как бы, прервался именно он. Да. А, именно тогда, соответственно, возвращая к первому вопросу… Вот, у меня есть команда там. Играфт, да. Есть ли какой-нибудь эквивалент, я думаю, можно ли сделать, чтобы прервалось, соответственно, выполнение программы на соседнем метре? Ну, обычно… Ну, я думаю, что это технически возможно. То есть, это как раз к вопросу, как у вас устроен обработчик прерывание, да? Почему? Потому что есть команды, действительно, программы прерывания одни, которые вам разрешено выполнять там в юзерспейсе, да? Вы вообще не все можете команды процессора, я сейчас про это расскажу, да, выполнять вообще в режиме программы. Но, извините, если вы находитесь в режиме игра, вам доступны другие команды. В том числе, на дверях архитектурах у вас есть такие команды, которые могут останавливать вообще, там, ну, что-то делать, да? Схему лоялт памяти, там, еще что-то. То есть, ну, это глобальные команды. Конечно, вы, находясь в обработчике прерывания, в данном случае, можете что-то сделать. Вопрос как-то, вот, можно уточнить там. Например, я там хочу, не знаю, такую магическую кнопку, да? Тут нажал, там упал, да? Ну, вот, как-то так, да. Ну, да, это возможно. Вот, кстати говоря, ну, это возможно только в режиме ядра. Сейчас давайте тоже зайдем. Вот, в режиме user space, да? Или в реальном режиме. Вот. Я вообще сомневаюсь, что в реальном режиме можно работать на нескольких ядрах. Я, честно говоря, не могу понять, что это такое. Я уверен, что это возможно, да? То есть, я могу ошибаться, но, вероятно, это нормально. Вот. А в защищенном режиме, это мало того, что это нормальный вопрос, но и у вас есть гораздо более мощный набор команды в защищенном режиме, и у вас были вопросы про что-то вызов и джанг. В чем разница? У меня считывался новый вопрос на то, что вы не ответите до тех пор, пока не расскажете что-то про кол, видимо. Давайте вот сейчас сравним. А новый вопрос был такой, обложенные прерывания вообще используются или это плохая практика? Скажем так, обложенные прерывания возможны, но я не могу сказать, плохая это практика или, короче, я просто не знаю. То есть, можно сказать, можно обводя прерывание, первому первой инструкции прерывание запретителя. Это как бы такая первая здравая мысль. Часто ли так не делают? Часто ли так не делают? Так не делают, если вам надо прерывание сделать, ну, как-то отранжировать. То есть, вот когда вы входите, смотрите, когда вы, допустим, у вас возникает прерывание более высокого уровня, да, вы хотите как-то сложить, например, да, чтобы потом вот это прерванное дообработать, да, это нормально. Это вполне себе нормально, но оно на таком привитивном уровне одного флажка не решается. То есть, это сильно зависит от архитектуры, возможности вообще такого. это вполне себе нормальная задача. Особенно для систем реального времени, когда у вас, скажем так, источники прерывания не имеют права, разный приоритет, и вам не хочется терять прерывание. Если мы можем получать вложенные прерывания, ну, каждый раз, хотя в прерывании, программа должна сохранить, ну, процессор, скорее, должен сохранить свое состояние, но он куда-то это сохраняет. Вот. Если у нас пойдут вложенные прерывания, ну, то это куда-то сохранять, может, случайно кончиться. Правильно. Единственное, там какой-то жесткий лимит или оно как-то? Вот то, что я себе понимаю, это следующее. Если у вас есть возможность в системе аппаратно ранжировать прерывания, один, два, три, четыре, пять, да, то у вас есть один, два, три, четыре, пять мест сохранения контекста обработчика прерывания. Это просто, ну, тут железное место, да, оно не кончится. Именно поэтому маскируется прерывание по уровням. Вот, допустим, оп, прерывание самого низкого уровня. Начали выполнить. Значит, прерывание уже такого же уровня не обрабатывается. Потому что контекста не будет еще одного, да? То есть оно как бы вот накапливается. То есть стек у вас устроен так. Сколько уровней прерывания? Вот столько ячеек. Нет, я понимаю, да, у меня все-таки думают про очень кримитивный процессор, типа трепроцессор с одним уровнем прерываниям. Вот. Никто не запрещает там не запретить прерывание, входя в его обработчик. Вы можете это сделать. Вы же программист. Вы пишите операционную систему, да? Вы хотите, чтобы у вас было там 8 уровней прерывания? Лимит, да, какой-то? Нет, мой вопрос спросил. Куда он вот это сохраняет? Куда-то как? По жесткому адресу? У него есть какой-то аппаратно-прошитый, известный процессор в лимит. Сколько раз он может вложиться? Нет. Вот еще раз. Вы как-то вот перепутываете программную часть и аппаратную. У процессора есть очень простая вещь, флажок. Я в прерывании. Либо набор флажков. Я в прерывании такого уровня. А дальше вы не программируете как хотите. То есть, смотрите, вот, как реализовать? Это вы уже просто пытаетесь... Если я правильно понимаю. Говорите, можно ли сделать так, чтобы у нас прерывания были вложены? И что делать, если место у нас кончается? Ну, что делать? Если место кончается, мы можем делать следующее. Не обрабатывать прерывания. Это первое. Сейчас. Дальше. Вы больны написать любой вход внутри обработчиков прерываний. Заведите там список. Ну, там, может быть, какой-то массив. Не знаю, какого-то. Зарезервируйте в плане и скажите, вот это стек обработчиков прерываний. Все, пожалуйста, используйте. Заведите там указатель в этом стеке. Все нормально. Вот вам вложены прерывания. Ну, если он кончится, ну, придумайте обработку. Ну, как программа? Ну, вот стек есть. Ну, кончился, ну, кончился. Все. Хотите, обработку сделайте такую, стек расширяется. А хотите, сделайте такое, прерывание расширяется. То есть состояние не в процессоре хранится? А вот два пробочки прерывания. Состояние чего? Ну, вот этот регистр флагов, если мы про имя говорим, ну, это регистр. Я вам буду туда вообще записать все, что мы будем. Если у меня есть права на изменение этого регистра, если это, допустим, привилегировано или в реальном режиме, я могу взять и записать, что хочу. Нет. Просто, насколько я понял, состояние, которые, ну, вот эти прерывания, они очень-очень часто меняются. И это как-то, должна быть очень быстрая память, потому что процессор... Это регистр, это самая быстрая память, которую вам нужно. Это память прямо внутри процессора. А, ну, то есть обработчик прерывания внутри процессора, да? Нет. Стоп. Обработчик прерывания хранится в памяти. Обработчик. Вы туда... И он же хранит состояние вот этот с текстом. Он сохраняет, да, он сохраняет вот этот регистр, все, что-то его потом восстанавливает. А куда он его сохраняет? В свою память. То есть... А как он потом... Вот вы говорите, чем-то делать int, мы записываем, да? Что-то вот, допустим, вот это в Google Cloud, и потом куда-то назад сейчас jump сделать, да? Да. Вот куда он... Потом как он определяет? Нет. Нет. Вот сейчас. Еще раз. Вот этот адрес возврата вам процессор позволяет. Да. Я понял. Да. Потом куда назад. В смысле оттуда. Вы делаете... У вас есть просто специальная инструкция, да? Например. Ну, не знаю. Она может выглядеть вот так. Понятно. Я не могу понять, как он откуда определяет, откуда взять вот это, то что мы записали. HelloWare. Или смысл каждому вайбочку... Сейчас, сейчас, сейчас. Что? Вот это записали? Да. Мы вот это записали, и каждому назад возвращали. Так. Давайте еще раз разберем. Да? Значит, вот эту инструкцию мы, допустим, на какой-то архитектуре разобрали на следующее. Здесь будет move. То есть поместить в AX. В AX, ну там какой-то адрес, не знаю, 3,3,8, да? Где-то не могу считать, да? Вот вы загрузили. Дальше сделали INT-21, да? Значит, что такое? Значит, процессор определил, значит, раз INT-21 он просто передал 21-ому обработчику прерывать, будет поэтому малость ускажет. Да? Все. Значит, ну сходив, он вот этот адрес сохранил в регистре. Дальше. Я попал в рабочих прерывания. У меня в регистре AX лежит 338. Я знаю, что это адрес той строчки, которую я сейчас буду на экран копировать. М-м-м-м. Не, непонятно? В смысле? А, я просто не знаю, а INT-2 это что-то тут. А, хорошо, сейчас. Это я, вот это вы правильно здесь. Меня надо останавливать, если я что-то непонятно. Я вас первый раз об этом спрашивал, да? То есть, а то я только углублюсь, а вы будете думать, что там, при чем там, при чем, при чем, при чем, при чем, при чем, при чем, вообще про чем. Так, значит, да, я вас, честно, вначале просил, мне нужна ваша помощь, да, чтобы я присоединился. Смотрите, процессор, да, процессор. Вот у него есть исторический откуда вот AX это как бы, ну, 1, 2, 3, там, неважно. Значит, это вот INT-2 архитектура. Да, сделали процессор и сказали, у процессора будет несколько регистров, с которыми он умеет работать. Вот он ни с чем другим умеет. Только с регистрами. И взяли их и пронумеровали. А, Б, С, Д, ну, так называем. Это обозначает, это обозначает, что в системе команд процессора, если мы написали что-то move, там, А, Б, вот это аппаратно, вот из этого кусочка, вот сюда как-нибудь. Да, потом сказали, ага, процессор-то у нас какой получился? Восьми битный. Сделали 16-ти битных. Черт. Теперь надо как-то заново регистры. А раз мы это процессор увеличили в два раза, регистры увеличили в два раза, правильно? А как вот теперь отличить маленький от большого? Ну, то есть, память на самом вот такой теперь. А, Б, ну, если байкарь. Ну ладно, тогда еще регистров добавим, назовем их так. АХ, БХ, ну, то есть, АХ стендер, БХ стендер. То есть, вот это 16-ти разрядные регистры. Ну ладно. А потом, хоп, еще раз. Ну ладно, тогда, значит, заведем не АХ, не ЕБХ и так далее. То есть, это, вот, это просто, ну, так исторически получилось, что в Интел, например, да, я просто написал, да? В Интел, ну, вот, регистры назвали изначально АБЦД. Ну, так назвали, регистр общего назначения. То есть, мы записываем в регистр АХ вот эту всю информацию, да, какую-то? Мы записываем в регистр АХ адрес, где это в памяти лежит. А потом, как он описывает, что надо именно в АХ пойти АХ? А это написано у вас в документации на процессор. То есть, мне на процессор, ну, вот, набью в данную очередь, потому что это, ну, он 21, это все-таки не в процессорном прерывании, да? Вот, смотрите, передовая управление процессору через прерывание, вам надо две вещи сделать. Первое. Сказать ему, какой номер прерывания, то есть, это программа, да? А второе. Передать аргументы. Вот вы аргументы никак не можете передать, кроме как раз забав их по регистрам. Вот в этом все дело. Вот это надо понимать, да? То есть, не бывает так, что я взял там какой-то массив в стэк засунул, ну, нет, там был любой стэк, там его нет просто. Более того, ну, вот этот вот, ну, он как бы… Ну, давайте так, я вам вот что скажу. Как организован стэк зависит, ну, аппарат, ну, не аппарат, ну, по уровню системы канала, да? Как организован стэк зависит немножко от архитектуры. Мы будем разбирать, там, риск, да? Архитектуру ЦИСКО. Ну, вот, это вот ЦИСКО. Крутые сложности. Да? Значит, вы через стэк что-то можете передавать. Иногда. Но в обработчике прерывания так не передают. Обычно… Ну, нет стэк. Почему? Что такое стэк? Стэк – это, в общем-то, вот, если ABCDE – это регистр общего назначения, что-то просто память внутри процессора, да, которая может вот, вот, никуда не ходя обращаться, да, то есть регистры еще специального назначения. Ну, вот, первый из них – регистр флагов. Да, например. Вот там флаги лежат. Второй из них – регистр. Вот, в Intel он называется IP. Тракшн постер. Да? То есть, если вы пишете программу в реальном режиме, вот, в железном, да, мы пока не знаем, что это за черный режим, вы можете просто взять и в регистр IP записать адрес. Это будет то же самое, что в JavaScript. Вся это просто, вот, вы программу выполните вот так. А потом мне даже взяли и написали, ну, IP 338. И у вас дальше будет 338. То есть, вот процессор вот такой тупой. Дальше. у вас есть регистр, который называется… Ну, там их несколько, да? Ну, давайте пока думаем, что у вас есть регистр там… С5. Не знаю. С5. Это stack pointer. То есть, это просто указание. А вот где живет stack? Ну, вот, живет где. Это значит, что когда вы делаете push чего-то в stack, что вы делаете? Вы делаете очень просто. Вы вот этот stack pointer увеличиваете там на машинную слогу, да? А вот в это место, которое раньше выказывал вот регистр, просто записываете значение. Делаете pop – это вот такая же примитивная операция. Просто сбрасываете это все. Ну, если вам надо pop в какой-то там регистр общего назначения, то, что вы делаете? Да? Вот как-то так. Дальше. У вас есть… У вас могут быть более сложные какие-то схемы адресации, да? Команды, памяти. Мы это уже на конкретных процессорах, когда будем разбирать, мы не посмотрим. То есть, иногда адрес вот этот вот… Ну, память не всегда удобно вот так вот там… Адресовать вот прям вот как я тут написал 338, да? Хочется вот, например, какие-то маленькие числа использовать относительно какой-то базы, относительно какого-то адреса там, который считается… Ну, это база, опять же, с маленькими адресами работают, да? Тогда эта база тоже загружается в какой-то регистр, а процессор уже сам к этой базе прибавляет вот эти там мелкие числа. А база – это в смысле Base Point? Ну, база – это в смысле база адреса. Ну, Base Point… Ну, это у нас сегменты модели, да? Ну, это есть у нас сегменты модели, да? За счетом режиме там нужно по-другому, а там там буртовый. Ну, буртовый. Ну, буртовый. Я понимаю, что хочется залезть там в детали, но есть некий вот план, да? Вот все-таки время ограничено, а перерыва не будет сегодня. Так, давайте все-таки мы эту тему, как сказать, обзорную закончим сегодня, мне очень хочется. Ну, про регистры – хороший вопрос, спасибо. Он будет освещен. Я обещаю. Он архитектурой не будет. Вот. Теперь… Так, еще какие-то вопросы есть? То есть, в принципе, смотрите, теперь вопрос вот какой у вас может предложение возникнуть, да? А если у нас прерывание, вот, смотрите, если у нас прерывание здесь происходит, ну, у нас же есть здесь и регистр стека, да, и регистр там базы, и что такое, да? То есть, то регистр стека, да, есть. То есть, мы знаем, в принципе, и instruction pointer есть. Правильно? Вот, когда мы делаем jump, у нас меняется, что? Только instruction pointer и флажок. Ну, флажок, мы сами, да? То есть, там достаточно сохранить только адрес. Правильно? Все. Более того, в обработчике прерывания мы можем, в общем-то, посмотреть регистры процессора. Понять, что там программа делала. Можем даже еще хитрее сделать. Мы можем посмотреть, где она там исполнялась. Тут ей коды наденавить. Ну, что было? Так. Пожалуйста. Так, отладчики, ну, сейчас не так отладчики делают. Ну, раньше, пожалуйста. То есть, ставлюсь к инструкции 3. Ну, я сейчас поставлю. Инструкция дальше. Как работает эта отладчик? Программа загружается в память. Дальше в первую строчку, да, ну, не знаю, ну, посчитайте, что в моей, да? Вместо первой инструкции main пишется там int3. А дальше запускается программа. Программа доходит до этой инструкции? Прерывание. Отлично. Обработчик прерывания, он примитивный. Он, значит, что делает? Он говорит, хорошо. Я здесь вот напишу чего-нибудь на экране, например, да? Теперь перепишу здесь инструкцию на оригинал. Ну, то есть то, что там и было. Да? В следующее место снова поставлю int3. И дальше сделаю джамп обратно. И это было первую инструкцию. Вот так я и буду действовать. Вот, пожалуйста, вот прерывание программы вполне себе. Ну, сейчас это уже такая устаревшая немного техника, да. Сейчас есть отматочные регистры. Да, вы можете прямо в статус положить, программу квалифицировать, запускаете, ну вот, дошел, ну, по сравнению, да? Если int3 дошел до этого адреса, он будет кривой. Ну, трубочек кривой досмотрит, да? Что, как всегда, программа хотел пользоваться? Вот идея, да? Окей. Итак, мы должны успеть две вещи. Базовая архитектура операционной системы сегодня позвучит. И, собственно, два слова «защищенный джамп». Куда сохраняется инструкция? 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 Инструкция сохраняется в регистре. Опять, зависит от архитектуры. Как ответить на этот вопрос? Берете описание процессора, там написано, как происходит, что контент модифицируется, где что хранится. Пожалуйста, все доступно. Разные процессоры, два разных объединения. Окей. Пойдем дальше. Значит, итак. Вот мы, значит, все это обсуждаем, это все в защищенном режиме. Значит, что же дальше делает BIOS? Вот мы еще до операционной системы не добрались, сейчас проверили. Мы вот что-то проверили, там как-то вот написали загрузку, там чего-то. Что происходит дальше? BIOS действует следующим образом. Он ищет первый жесткий диск, который ему находится. Да? Вот если вы в BIOS лазили, да, вы видите, что он здесь настроен. Можно порядок дисков задать. Может быть, там флеш-диск. А так диск. Сибиром, там, не важно. Какие-то диск русские. Вы можете порядок задать. Потому что BIOS, ну, как бы, все равно как перечислять. Почему? Потому что BIOS действует следующим образом. Он берет первый диск, абсолютно первый, на первом контроле. Читает первый сектор из диска. Согружает его в память и передает ему управление. Все. На этом работа BIOS закончилась. Значит, если вы посмотрите на диски загрузочные, да, Диски состоят, вы знаете, есть чего. Диски состоят, диски – это блочные устройства. Это значит, что обратиться нельзя к BIOS. Нельзя прочитать BIOS. Нельзя записать. Он не только блог считает. Обычно блоки, там, ну, какие-то стандартные, да, но контроллер диска может вам сказать, что это блог, если вы очень хотите. Значит, считывает первый сектор, первый пластер, да. То есть первый вот такой блок на диске. Загружает его в память. Вот. И давайте посмотрим, что внутри этого блока. У нас следующее. Во-первых, у нас там таблица разделов. То есть диск содержит много блоков. И часто он поделен на такие вот. Таблица разделов. Таблица разделов просто задает, с какого, по какой блок у нас относится к первому разделу, а второму, к третьему. Блоки, в свою очередь, бывают называемые первичные и расширенные. Первичные блоки – это те, которые можно записать в таблицу разделов нулевого вот этого вот блока, да. Их там всего четыре. Ну, понятно, что иногда мы диски делим на большее число, ну, железные диски делим на большее число логических дисков. Тогда это делается в другом. Значит, раздел тогда у нас помечается как расширенный. И вот в эту запись, где мы этот раздел определяем, записывается, ну, он тоже описывается, да. Но точно так же, да, где он находится. Где находится таблица в таком блоке, находится таблица вот этого расширенного раздела. Здесь мы снова можем четыре раздела привести. Если нам снова надо, ну, в принципе, можно сделать так, что будет и еще, и еще, и еще, и еще, и так далее. Да, но на уровне загрузки нам важно понимать следующее, что читается просто таблица разделов первого диска, да. Вот, значит, и все, первый. Значит, вот эта таблица, она содержит, ну, то есть так, как называется МБР? Какое слово, наверное, не встречали, да? Мастер будет река. Ну, это очень такое заявленное слово, да? Вот. Значит, вот один из этих разделов может быть активным. То есть, вирус считывает первый, да, смотрит, где на самом деле находится блок, с которым загружаться, где находится начальный загрузчик. И вот он читает и может прочитать действительно первый, да, ну, потом здесь же начинается, либо какой-то там. МБР всегда одинаковый. Ну, я не видел каких-то различий. Почему? Потому что, ну, вот существует такой стандарт дефакта, да, я не думаю, что из юра, но у дефакта, да, что вот диск первично размечается вот так. А вот задача начального загрузчика, то есть того кусочка кода, который поместился ровно в один вот этот вот блок, уже дальше разобраться. Либо загрузить драйвер файловой системы, который здесь, вот, ему позволит прочитать все остальное. Либо что-то еще там сделать. Это уже наобку разработчика, ну, загрузчика, да, соответствующей операционной системы. Обычно, когда вы видите, как стартует система, вы что наблюдаете? Вот вы включили компьютер, то, что вы видите. Вот вы что видите? Загрузка всякая. Ну, обычно там есть меню какое-то, да? Или у вас нет меню. Но... То есть, когда несколько операционных систем вы имеете в виду? Ну, да. А, ну, это как вы? Ну, даже, ну, подождите, а когда это у вас одна и без и не видно такого? Ну, если подключено, я вам, да, фактически запускаю. Ну, сам, да. Да, да, да. Ну, наверное. Нет. Значит... Окей. Можно отключить, да? Можно сделать так, чтобы вот это меню... Вы пробирали? Ну, неважно. Это может быть загрузчики Windows какие-то. Не важно. А, дури ло совсем. В общем, в Виндайсе подефол тут только одна, она не показывает ничего. Не показывает, да? Но зато, когда у вас происходят ошибки, она вам это меню показывает и говорит, что там загрузить. Без сети и без сети. Вот это вот. Это работа, вот это работа загрузчика, да? То есть загрузчик – это какой-то примитивный код реального режима, который, задача которого найти... Ну, задача которого первая – спросить пользователя, что он вообще хочет загрузить, если он хочет вмешаться в процесс, если нет, то загрузи. Второе – найти код загрузчика уже операционной системы. Ну, найти где-то на диске, если надо его как-то распаковать, загрузить в память и так далее. Ну вот. И третье – это, собственно, передать ему управление. Теперь, получив управление, загрузчик операционной системы уже делает следующее. Первое – ну, такой, значит, операционной системы, взрослый, да? Ну, конечно, да, привычный. Значит, первое – он, во-первых, переходит в защищенный режим. Сейчас я объясню, что это такое. То есть, настраивает там память, да? Это как устроено. Вот. И второе – собственно, загружает там ядро операционной системы. Вот. Теперь давайте определим, что вообще операционная система должна содержать в себе по минимуму, в любом случае. Да, и что такое защищенный режим. И, ну, защищенный режим не ко всем процессорам и типам архитектуры имеет применение, да? Такое слово не всегда поменяется, но про это пока поговорим. Значит, процессоры становятся все более сложными, не секрет, и более производительными. Поэтому хочется запускать одновременно несколько программ. Правильно? Правильно. Хочется слушать музыку, одновременно писать там что-то в дворде, сидеть там где-нибудь, не знаю, в чате и еще что-нибудь, чтобы еще что-то закачивалось, чтобы завтра посмотреть. Вот. Значит, ну, хорошо. MS-DOS, то есть операционная система реального режима, она тоже умела это все делать. Да? Она тоже умела запускать какие-то приложения в фоновом режиме и так далее. Но в чем была проблема? Проблема номер один. Я написал приложение, полностью убить компьютер, просто любое. Просто написал, вот такой цикл форм, нуля, нула, единицы, там до десяти тысяч, и по этому адресу 0 и все забыл. Ну все, труба, повиснет с вами. Ну понятно, да, взял, вывел память. Все работает. Почему? Потому что я, вот, управляюсь на процессоре, и я имею доступ со всей памяти просто по указанию. Вот. Это реальный режим работы. Вот реальный процесс, не виртуальный. Вот. Теперь, хочется добиться чего? Чтобы процессы, а, не влияли на операционную систему, никак. Чтобы процессы не влияли друг на друга. Правильно? Вот. Как этого добиться? Без аппаратной поддержки этого не добиться. Поэтому общая идея такая, защищенного режима. Любой процессор содержит набор инструкций. Допустим, их там стоят. Вот. И вот эти инструкции делятся на группы. Часть инструкций можно выполнять, ну скажем так, ходится просто набор привели, уровни привели. Там 0, 1, 2, 3. На самом деле их много, но в реальности обычно используют два уровня привилегий. Да? Пользовательский и уровень привилегий операционной системы. На высоком уровне привилегий можно выполнять все инструкции, которые процессор умеет выполнять. На низком уровне привилегий можно выполнять лишь часть инструкций. Это первая характеристика защищенного режима. То есть наличие уровня привилегий. То есть привилегированной инструкции. Это первое. Второе. Когда мы подразумеваем многозадачную работу, то есть когда мы много процессов будем запустить, вот как их друг другом развести. Мы вводим такую модель, что каждый процесс должен думать, что он выполняется монопольно на этом компьютере. Вот как ему это обеспечить? Обеспечить ему это следующим образом. А что такое монополит? Что такое процесс выполняется? Помните, мы вчера, вернее, в прошлый раз говорили о том, что, ну, в общем-то, весь вычислительный процесс, он выглядит так. Взять из памяти инструкцию, выполнить, положить результаты. То есть выполнение любой программы – это просто модификация памяти. Больше ничего, ничего не происходит. Поэтому каждому процессу просто предоставляется адресное пространство. Не память предоставляется. Адресное пространство. Вот как оно предоставляется? Значит, схематично, потом об этом мы и детально поговорим. Предоставляется оно следующим образом. Во-первых, вся память делится на сегменты. И заводится табличка с описанием этих сегментов. Значит, в табличке можно поместить следующее. Например, вот этот сегмент вот такого размера, его можно читать, писать. А вот этот сегмент можно там только выполнять. Ну, писать нельзя. Ну, читать еще можно. Вот, представляется, а, граница сегментов, да, то есть размер, и права доступа. Вот. Ну, вопрос. Как вы думаете, сегменты могут наслаиваться? Может быть? Да. Может быть, потому что некоторые процессы хотят память интерпретировать так, могут хотят так, да. Но вот там есть ограничения, да, мы потом об этом будем говорить. Значит, так вот эта табличка определяет структуру адресного пространства. Как? Ну, табличку можно много завести, да. Можно табличку сопоставить с процессом, сказать, друг, вот тебе табличка, у тебя адресное пространство. Вот такое. Это значит, что если вот у него нет вот этого сегмента, адресного, да, если у него нет в адресном пространстве, да, вот адресное пространство, табличка, то, ну, никак он туда не получит доступ. Сейчас скажу почему. Вот. И для операционной системы тоже такая же табличка, которая, ну, наверное, как-то описывает память. Ну, наверное, операционная система имеет такой дескриптор, ну, такую запись, которая там всю память описывает по записи, да? А вот с табличкой, вот вы говорите, что таблички – это написанные сегменты. Как сегмент задается? У него там начало и конец? У него есть, да, базовый адрес и лимит, и размер. То есть. Да. То есть, ну, размер сегмента. Ну, мы про эту табличку будем говорить. Это отдельно там, про память я буду рассказывать. Вот. Теперь, значит, смотрите, да. Размер сегмента здесь. Получается, что это как отрезки? Да, да. Это отрезки плюс еще атрибуты какие-то. Вот. Прекрасно. Теперь, следующий момент. Ну, пять минут у меня еще есть. Следующий момент. Значит, как реализуется теперь доступ к памяти? Это очень сложно, да? Ну, как бы получается. Так вот, современные процессоры, да, или современные, лучше говорить, компьютеры, содержат специальные модули, которые занимаются трансляцией адресов. То есть. На старте загрузчик, я сказал, да, ему надо сделать лояло к памяти, ему надо разметить память, как она вообще в принципе устроена. Да, вот он создает эту табличку, карта там, значит, ну, глобально это будет с листрой. Вот он какие-то записи там добавил, да. Право добавлять записи есть только на максимальном, ну, вообще, смена с памятью работает только на максимальном уровне привилегий. То есть процесс сам себе выполняется на уровне пользователя, то есть на низком уровне привилегий, никогда память не поправит. Он просто будет закрыт, потому что он выполняет привилегированную инструкцию в непривилегированном режиме. Вот. То есть, для того, чтобы отображать память, которую видит процесс, мы сказали, что процесс видит всю память, все адресная пространство. То есть он может использовать указатели, не глядя в эту устройство занимается тем что как раз транслирует адреса да то есть она умеет пользоваться вот этими таблицами она знает о существовании и производит трансляцию адресов аппарата что если мы это делали программно все еще там слышали слова про виртуальная память подкачки вот виртуальной памяти мы про виртуальную память здесь не говорили виртуальная память это страничная организация памяти или фейджинг возможность часть часть памяти иметь на диске мы про это поговорим но вот об этом сейчас мы не говорили пожалуйста не путаете да то есть вот это не буквально просто защита то есть когда процесс пытается обратиться по несуществующим адресам которых у него нет доступа либо за лимит выходит сегмента его просто снимают то же самое возможно ошибки если он обращается к своим страницам но пока на странице мы память не разбили это то что процесс пытается выполнить операцию сегментом либо которого не существует либо которому нет такого доступа сегмента если страница сегмента сегмента и спички в разных пропагандах и так вот последние 45 секунд я должен вам сказать следующее что теперь давайте поставим такую запятую вот на чем вот загрузчик операционной системы переключил процессор защищенный режим и должен запустить ядро операционной системы а что же ядро операционной системы должно содержать какие компании что оно должно делать обязательно так скажем что операционная система занимается процесс менеджмент ну давайте я напишу это все таки что это скидбуллинг ну хорошо да то есть это разделение времени обеспечение многозадачности доступ к оборудованию это правда но устройств может не быть или операционной системе может не предоставить вот что важно еще важно еще а и письме то есть ситуация следующая вот когда мы говорим вот операционная система вот ядро загрузилась там еще что-то а вот я пишу операционную систему вот надо понимать что операционная система подруга вот они разные же бывают да вот у меня там в часах операционная система но вот эти вряд ли я шучу значит и когда они в сервере но они разные большие там маленькие и так далее в сути то есть какие-то средства коммуникации между процессом но мы вот все таки ограничен на класс посмотрения многозадачным операционной системы вопросов есть много конечно правда что под IPC скорее будет разобраться механизм общения процессов с операционной системой нет процессов между собой а вот если у нас например есть какой-нибудь гипервизор должно быть допустим допустим вот часто я Интервизор в некотором смысле является операционной системой. Но в нем механизм для общения процессов между собой. Это вопрос. Ну, это вопрос. Сходы непорядны зачем. Как зачем?